Здоровки на дело, с вами Соботовский. В этом выпуске мы с вами поговорим, как монтировать практически на любом компе. Хоть на этом, хоть на этом, хоть там на MacBook Air, я не знаю. Потому что принципы есть, они простые. Если ты их не знаешь, я тебе расскажу о них в этом блоге. А если ты в теме, то тогда для тебя будет куча всяких новых полезностей, потому что мы углубимся в эту тему. А именно, как монтировать с проксями, на что надо обратить внимание из комплектующих, и за счет чего, точнее, что наиболее загружается, когда вы монтируете или выводите. Погнали! Естественно, на примере Premiere Pro я тут для вас подготовил несколько интересных футажей. Возьмем, например, футаж, который снят в ProRes. Добавим его на таймлайн. Запустим. Ну, прекрасно, все работает. Да, у меня не самый слабый компьютер, но и не самый сильный. Но, тем не менее. 4К, видос, прорези, все прекрасно. Прорез — это формат. А теперь давайте добавим 10 бит, видос, который был снят в H265, с XT3. Добавляем. Вот здесь у нас стоит галочка Full. То есть на полном воспроизведении все это происходит. И что-то у нас пошло по жопе. Давайте прискелим. Чуть-чуть. Дальше мы видим даже не микролаг, который мог бы помешать вашей работе, тем не менее. А очень значительный лаг, при котором работать как бы становится проблематично. И вы должны понимать, что когда вы работаете именно в Premiere, не в DaVinci, например, там они подцепляют еще возможности вашей видеокарты. Здесь же, когда вы просто монтируете, нет, но только есть какие-то эффектики используются. В основе своей у вас грузится именно процессор. То есть смотрите. Сейчас я запущу. У вас грузится проц. Причем вот у меня сейчас он под сотку. Причем это i7-2600K, разогнанный до 4,6. Не смотрите на мои 8 ГГц, это все в раке. Но если мы с вами зайдем еще глубже и посмотрим. То есть вы можете спросить, окей, Влад, а что лучше, многопоточность или, соответственно, чтобы у меня скорость одного ядра была. Если мы посмотрим сюда, то все ядра у нас грузятся одинаково и под сотку. И грузится настолько, что я даже кликнуть вниз не могу. Все, готово. Ну, в общем, монтировать невозможно. А знаете, почему это происходит? Да по простой причине. Потому что H.265 это настолько крутецкий кодек, что он может сжимать информацию гораздо больше без потерь. То есть снимите что-то в H.264, оно будет весить сотку. Снимаете в H.265, это будет весить там где-то от 50 до 75 мегабайт. Круто, круто. Но тут мы получаем одну проблему. Чем сложнее алгоритм сжатия кодека, чем эффективнее они. Вот именно в этом плане, когда за эффективность мы берем именно сколько весит ваш видеофайл и какое качество у него. А тут у нас аж целых еще 10 бит. Не только мы по качеству не потеряли, но еще и по битности изображения. У нас на двое... На... На двое порядка выше. Киноделы. Сегодня великий день. Мы запускаем в большое плавание очередного нашего ребенка. А что это такое? Я вам сейчас расскажу. Когда мы с Хохловым только начинали, у нас отлично получался монтаж, но огромные проблемы были с графикой. Даже самую банальную плашку, чтобы создать, приходилось лезть в автор эффект, изучать его. Поэтому, например, я его изучал, а Слава его не изучал. И после этого я там все эффекты делал и так далее. А хотелось бы чего-то такого, чтобы ты прям в монтажке мог сразу взять, закинуть. И чтобы у тебя был переход интересный и кинематографичный. Или плашка по инфографике, которая... Которая анимация хотя бы была бы в премьере. Мы нашей командой захотели сделать для вас эту штуку. То есть тот инструментарий, который бы позволял прямо в премьере и плашки делать инфографические, которые были бы и с анимацией. Чтобы для того, чтобы изменить технику, надо было в автор эффект лезть. И переходы наши стилистические, крутецкие, заанимированные. Мы подрядили фокус-группу на целую неделю, которая шерстила интернет, разрабатывала этот инструментарий, познавала азы программирования для того, чтобы понять, а как же эти автоматические пресеты сделать в премьере. И знаете, что придавало нам сил на этом нелегком пути? Ваш фидбэк. И то, что вам так офигенно зашел наш предыдущий пак, потому что его скачало практически 7 тысяч человек. И мы получаем от этого огромный положительный фидбэк. Поэтому именно это подогревало наших ребят на этом сложном пути. И в конечном итоге нам удалось создать инструментарий из 5 крутецких инфографических плашек, где вы можете все настраивать, не выходя из премьера, 4 переходов, опять же, в нашей стилистике. В стилистике нашего закрытого бойцовского клуба, в стилистике киноделов. Поэтому, если вы где-то увидите, что кто-то уже использует эту штуку, допустим, в своем видосе или в ролике для клиента, будьте уверены, он ваш собрат. Но это еще не все. Туда еще, в этот инструментарий, мы засунули обучающий видеоролик, который идет 9 минут и рассказывает, как не только все это поставить, запустить и научиться этим пользоваться, но вместе с этим, как это еще сделать даже лучше и кастомизирование, объяснив вам основы вот этой вот автоматической графики, которая сейчас доступна в новом премьере. И все это мы делали для того, чтобы сделать для вас вход в эту индустрию еще проще, чтобы вы уже сразу же могли создавать крутые вещи. Поэтому эта вещь может перенести вас на новый уровень вашей деятельности. Если у вас были проблемы с инфографикой, вы обращались к кому-то другому, теперь вы можете это делать сами. Или если вас задолбали транзишны из интернета, которых пруд пруди, вы теперь можете использовать наши крутые стилистические. И единственное, что вам надо сделать, это посмотреть тутер и скачать наш инструментарий. Почему? Да потому что все бесплатно и делалось вот от этого сердечка прямо к вам. И переходите по ссылке в описании, где на сайте вы сможете ознакомиться и как пользоваться, и где качать, в общем, со всей информацией. А самое главное, не забывайте делать крутые работы и оставлять комментарии под ютубовскими роликами, там, в социальных сетях. Говорить о том, что вы скачали инструментарий, вам по кайфу. Потому что для нас это очень важно. Наша команда вас очень сильно лю, и не забывайте радовать ее крутыми вашими работами. Давайте. И народ, не забывайте, то, как я люблю всегда говорить, это всего лишь вершина айсберга. Скоро грядет нечто гораздо большее. Следите за нашими новостями везде. Понял? Запомнил? Следи. Соответственно, что-то же должно происходить. А что происходит? У вас кодек, когда... То есть вот у вас видос находится в ваш 265. Вы его закинули в монтажку. Программа начинает его распаковывать каждый раз, воспроизводить. И даже если я это буду делать в медиа-энкодере, а причем, кстати, если вы хотите просматривать файлы, то лучше это делать в медиа-энкодере классик, потому что он наименее логучий. Даже тут ему становится очень тяжело. Потому что распаковать вот этот файл из такого сложного кодека — это работа. Так же, как у вас с GoPro очень хреново все воспроизводится на монтажке. Именно по этим же причинам. А если мы берем с вами какой-нибудь прорез, который тоже может быть снят там в 10 бит, в 4К, здесь 2.5, правда, и с не очень большим битрейтом, но тем не менее. То есть если вот, смотрите, смотрите прикол. Вот этот файл, видите? Здесь же это 34.33. Если я открою тот же самый файл, но в прорезе, когда я перевывел просто прорез, это еще даже не прокси, то смотрите, что будет происходить. То у нас все нормально в реал-тайме. Это происходит, потому что прорез не очень сильно сжимает. Он хранит большое количество информации. У вас там может быть и 10, и 12 бит, еще и с альфа-каналом. Но и весить это может быть очень много. Конечно, меньше, чем редовский там, раф. Но, тем не менее, если мы сравним исходник, точнее, вот этот файл, который весит 516 в прорезе, 444. Но у нас ненамного, кстати, стало больше, всего на 150 мегабайт. Но смотрите, эта хрень лагает, а эта хрень работает. Поэтому первое, что вы должны сделать, это перевывести все то, во что вы наснимали, в прорез, если это в сложном кодеке. Что я имею в виду? H265 снимали? Переводите в прорез. Снимали на GoPro? Переводите в прорез. Снимали на RED? Переводите в прорез. Готово. Кстати, еще может быть следующий момент, смотрите. Для тех, кто работает в премьере. Допустим, у вас нагромождение прямо из видеофайлов вот такое. Иногда премьера начинает подлагивать в такие моменты. Даже несмотря на то, что мы воспроизводим и заполняем весь экран, только то, что находится сверху, видите, у нас опять начались лаги. Как только я вырубаю вот эти слои, у меня лаги пропадают. Поэтому тоже держите этот момент у себя в голове. Еще до того, как мы дошли до пароксии. Поэтому видеокарта, в данном случае конкретном, она не очень сильно влияет. Она влияет только на время вывода видоса. Вот уже в самом конце. Потому что когда мы там нажали Ctrl-M, нажали видосики наши, понатыкали тут галочек, но тут это не важно на самом деле. Заходим в Project Settings и General. И вот здесь вы увидите, что рендер, вот вкладочка рендер, чем мы рендерим? Видеокартой GPU с кудой? Или именно вашим процессором? Соответственно, вот когда здесь мы уже выбираем GPU, у нас начинает видеокарта грузиться. Но, к сожалению, она грузится только в самом конце. В DaVinci, по-моему, по-другому. Также еще немаловажно, если у вас начинает лагать, это память. То есть, если мы сейчас посмотрим, вон у нас там Memory, нормально так забивается. Знаете, что жрет вашу оперативку? Google Chrome, блин. Соответственно, либо ставьте плагин, который будет вам эти закрывать вкладки, на которых вы не существуете. Он называется The Great Suspender. Вот, тогда у вас вкладка, она как бы закрылась, заснула. Вы на нее кликайте, она просыпается. Прикольно-прикольно. Очень сильно экономит память, особенно на слабых компах. А если, ну, как бы вообще хотите этот фактор убрать, то просто закрывайте его нафиг. Также, когда у вас открыт, например, автор, еще память выделяется и под него тоже. Соответственно, если вы только чисто сейчас в данном конкретном времени монтажите, выключайте все программы нафиг. И если посмотреть еще на хардверную сторону, следующая вещь, в которую вы можете упереться, это скорость считывания и записи с вашего жесткого диска. Потому что, когда мы работаем с таким большим объемом данных, порой не хватает того, что у вас есть на данный момент, особенно если у вас старый компьютер. Поэтому, как это нивелировать этой легкой кровью? Что вы можете сделать? Вы можете сделать рейд-массив. Если не слышали об этом слове, почитайте в интернете, что это такое. Это когда два или несколько жестких диска объединяются в какую-то систему. Вот два жестких диска, желательно идентичных. Они могут либо дублировать друг друга, то есть у вас бэкап создается постоянно, либо они просто существуют, как два независимых, создавая одно общее, как бы, пространство памяти, куда у вас все сохраняется, как вы привыкли работать. Но есть еще такая интересная вещь, как рейд-ноль. Суть в следующем. Он начинает записывать, то есть вы, когда объединяете в эту систему два своих, очень желательно, одинаковых жестких диска, ваша оперативная система начинает эти два жестких диска использовать как одно целое. То есть, когда она записывает или считывает информацию, она обращается не к одному и записывает сюда кусок, обращается сразу к двум, потому что каждый файл дробится на два, считать там где-то посерединке и хранится на обоих жестких дисках. Поэтому для того, чтобы его считать, он одновременно начинает считывать с одного и со второго. И у вас скорость удваивается. Но тут есть одна проблема, что если у вас полетит один из жестких дисков, то второй летит автоматически, потому что файлы все были разбиты пополам, и часть дискового пространства просто была уничтожена. Вы уже не сможете восстановить то, что у вас останется на втором половинке. Тоже самую проблему вы можете испытывать, когда монтируете из переносных жестких дисков, не с SSD-шкой и так далее. Поэтому всегда копируйте проект к себе на компьютер. И не забывайте, что память важна, особенно ее скорость. Соответственно, лучше чуть-чуть меньше, но быстрее, чем дофига, но медленно. Ну, если вы все советы сделали, а у вас все равно лагает, тогда пришло время создавать прокси. Итак, как это сделать? Вот я еще сюда до кучи накину редовский футаж, который в 8К. Акуля. И акуля у нас лагает. Да, вот лаги начались. А, еще один момент. Если у вас, соответственно, лагает, ставьте здесь, допустим, вот в этой штучке, в превьюхе, в качестве превьюхе. Вы можете поставить одну восьмую, и тогда у вас одна восьмая будет выводиться от изображения. Это позволяет все немножечко разгрузить. Сейчас оно обдуплится. Но даже сейчас оно все равно не разгружает, потому что не получилось раздуплиться. Также вы можете еще, если щелкните сюда, настраивать разрешение, когда вы ставите на паузу. То есть я вот сейчас на паузу ставлю, у меня максимальное разрешение. А я не хочу, потому что это тоже лаги. Я ставлю там одну восьмую. Давайте одну четвертую, чтобы вам так больно не было. И вот здесь одну четвертую. Потому что вы можете замечать фриз лаг, когда вы на стоп нажали, и он такой и выдает вам кадр. Соответственно, что, будешь лагать дальше? Так, вроде норм. Нет. Начинает по жопе идти. Здесь тоже, скорее всего, от того, что у меня еще скрин-каз запущен. В общем, без шансов. Без шансов, без вариантов. Итак, вот наши с вами футажи. Давайте еще правильно все сделаем. По организации проекта я вам объяснял, как организовывать проекты и как вообще к монтажу подходить. Если вы этого не видели, переходите в блок к монтажу. Закинули все в нашу папку footage. Выделяем все наши футажи правой кнопкой мыши. Proxy. Create Proxy. И здесь мы с вами выбираем формат, какой мы делаем. Там, допустим, H264. И выбираем пресет. В данном случае хочу, допустим, ну давайте вот этот, 720p. И вот здесь вот вы выбираете либо сделать прокси в папке с проектом, либо сделать прокси рядом с исходниками. Я говорю рядом. Нажимаю ОК. Он создает работу, отправляет нас в удивительный мир медиа-энкодера. Кстати, для того, чтобы работать с проксиями нормально, он у вас тоже должен нормально работать. Соответственно, прога должна быть либо, ну, желательно лицензионная, чтобы она хорошо коннектилась и с автором, и с энкодером. И все это должно быть одних версий, чтобы это работало. выявилось, прекрасно. Теперь, ваша задача вот здесь вот, в превьюхе. Нажимаете плюсик и добавляете сюда toggle proxies. Добавили, нажали ОК. Вот она у вас здесь появилась. Эта кнопка включает прокси. Теперь я могу хоть фул поставить и не переживать за качество своей картинки. Еще вот здесь давайте фул поставим. Все, готово. То есть сейчас, ну, вот этот разнесло. Я сейчас еще покажу, как это лечить. Но, тем не менее, лагать все перестало. Все ОК. С девчонкой все ОК. Пришел, сел. И с акулой тоже у нас все прекрасно. Ничего не лагает. Тем самым, регулируя, вот, как бы, насколько эти прокси качественные, вы можете монтировать чуть ли не на MacBook Air. Да что мы там? Давайте попробуем в конце блога тот же самый проект на Air. Запустите, я вам покажу с редовскими файлами там и так далее. Что мы это? За базар-то надо отвечать. Так вот, но мы можем встречать вот такую хрень, когда наши футажи начинают вот так вот разносить. Разносит именно потому, что разрешение было одно, а сейчас оно другое. То есть здесь тут такое вот странненькое, вытянутое, а эти все 16 на 9. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем создать собственный прокси пресет. Делается это следующим образом. Во-первых, вам сначала надо создать новый пресет в Premiere. Нажимаем Ctrl M, он у вас начинает выводиться. Вот это ваше окно с пресетами и с настройками вывода. Допустим, ставим H.264, здесь ставим Costum, поставили, выводить аудио-видео, говорим, вот это убираем, но вот здесь галочку не убираем для того, чтобы сохранялось соотношение сторон. Допустим, я здесь ставлю 12.80, поставил. Эти все галочки оставляю, потому что он должен подцеплять значение с исходного футажа. Здесь, допустим, ставлю Bitrate 3, 4, например, все. И говорю ему сохранить пресет. Называю его Low PC какой-нибудь. Но мы можем, с вами еще круче пойти. Мы заходим в эффекты. Да, вы сюда обычно не путешествуете, но тут такая вкладочка есть. И нажимаете Name Overlay. Вот он вам поверх каждого вашего футажа теперь будет писать вот такую штуку. В данном случае это название файла. Мне это нафиг не надо, я говорю оставить префикс и суффикс только и в префиксе пишу Proxy. Тем самым я каждый раз буду знать, что у меня включены Proxy и я точно не перепутаю. И вот теперь можно уже сохранять. Нажимаем Save Preset. Две галочки нажали, чтобы все настройки у нас сюда подцепил. Нажимаем ОК. Сохранилось. Теперь. Теперь переходим в Media Encoder. Перешли. В Media Encoder говорим Создать Ingest Preset. Это автоматический пресет для энкодинга ваших файлов. Вот Transcode File to Destination. Мы выбираем куда это все отправляется. Нажимаем Select и выбираем наш формат. Точнее не формат, а пресет, который у нас был. Листаем наверх. Вот он. H.264 720p Proxy. Нажимаем ОК. Все. Теперь он у нас сюда подгрузился и дальше нам надо опять нажать на пресет и экспорт. И вот здесь экспортим вот этот вот пресет вывода в ту папку вашу рабочую с проектом и нажимаем Save. Все, готово. Удалим тут все ненужное. А вот теперь смотрите. Берем, удаляем эти прокси нафиг. Когда прокси теряются, они, соответственно, просто не включаются. Опять выделяем все наши футажи. Нажимаем прокси, create proxies. Выбираем наш пресет. H.264 720p Proxy. Но чтобы он появился, вы должны нажать вот на эту кнопку и добавить его. Вот он. Нажимаем ОК. У нас все это отправляется в Media Encoder. Выводится. Да, с шокальным соотношением сторон, но что поделаешь. К сожалению, когда вы работаете именно с прокси и заставляете Premiere делать прокси вот так вот автоматически через пресеты, он жалуется на то, что, ой, ваши прокси могут быть слишком большого разрешения, это не будет работать. Поэтому я вам не дам сохранять разрешение ваших исходных файлов. Но зато мы можем сами подключать любые файлы как прокси. Сейчас я покажу. Итак, давайте проверим, сработала ли наша автоматическая затея. Кликаем. О, уже написалось, что это прокси. Смотрим, что там. Это тоже написалось. Только все шокально. И это тоже. Только чтобы тут еще написалось, надо, наверное, еще отъехать, да? Давайте-ка отъедем. Ну да, вот. Но с таким работать очень тяжело, потому что все это было вытянуто, я могу вводить 16.9. Точнее, даже не 16.9, а на основании вот этого файла. Поэтому важный момент. Запомните, для того, чтобы у вас все не колбасилось по соотношениям сторон, делайте под каждую камеру определенный прокси профайл. И после этого перевыгоняете весь ее материал через ваш профиль. И тогда на монтажке у вас все будет ок. Но помните, я обещал в конце с этого, с Air посмотреть, еще посмотрим. Не забываем сохраняться. Но еще такой момент. Некоторые камеры сами по себе делают прокси уже внутри, во время того, как они пишут реальные футажи. Блин, Гарик, ты ли это? Гарик! У меня, по-моему, Гарик красивее выглядит. Ну вот, Сонька A7S3 так делает, а не S, а A7S3. Гаш 5 так делает. То есть, считайте, или не делает? Не, Гаш так не делает. Но, некоторые профессиональные камеры уже сразу внутрь себя умеют писать прокси. Я вам все-таки еще покажу один момент. Когда вы выводите видос, здесь есть галочка Rendered Maximum Depth. Это значит, что он будет выводить видос с максимальной битностью. То есть, это может быть и 10 бит, и 12 бит. Скорее всего, вам это не надо. Соответственно, эта галочка у вас не стоит. Раз. Второе. Use Maximum Render Quality. Если вы скейлили ваш видос туда или сюда, то тогда программе придется пересчитывать этот скейл. И для того, чтобы сделать его более красивым, особенно, когда вы увеличиваете изображение больше, чем оно есть на самом деле, для того, чтобы вы в качестве минимально теряли, тогда ставьте эту галочку. Но выводиться будет дольше. А если убираете, тогда все будет очень быстро. И вот здесь вот в настройках вывода, если хотите, чтобы быстро выводилось на слабеньком компе, допустим, у вас вот блок выйти через час, а вам все, труба, пипец. Ставите Constant Bitrate, он считается быстрее, чем переменный Bitrate, Variable Bitrate. Да простит меня Ира Крауза мой английский. Можно ставить сколько вам нужно, поставили выводиться. Ну и разрешение также очень сильно влияет на скорость вывода. Но давайте-ка чекнем, что там у нас на Airy. А что там у нас? У нас 8 гигабайт оператива, не самый быстрый. У нас процессор 1,8 Гц и встроенная видеокарта. Без прокси. Выключаю. В прорезе нормально выводится. Берите это на вооружение, пожалуйста, что в прорезе даже исходники можно монтировать на слабом ПК. А вот H264 уже моментально пошел по попе. Red даже он не хочет превью открывать. Надеюсь, он сейчас не увиснет. возвращаемся обратно. Ну давайте включим наши прокси. Я еще вот этот футаж растянул по скейлу, по ширине, чтобы не так убога смотрелось. Смотрим. Тут все ок. Тут все ок. Ну, Red начинает лагать. Ну, с цветокором на Аэре у нас уже подлагивает. А если мы цветокор выключаем, все нормально. Живем! Так что, в теории можно. Поэтому, любимые мои, самое главное это, используйте прокси, даже если у вас не лагает, так страшно, как у меня, потому что каждый микролаг складывается в человека часы работы на посте. А если вы хотите, как я уже говорил, жить нормальной жизнью, а не сидеть вот это вот все время, не теряйте время хотя бы на каких-то механических задачах. Прокси, это не стыдно, это эффективно. Подписывайся на канал, ставь лайки, если не хочешь пропускать ни одного выпуска на этой умопомрачительной месяце, постоянной неделе говорю, монтажа и постпродакшена, нажимай на бубенцы, и тебе будет приходить уведомление. Круто, технологии, офигительно, ура, 2К19. С вами был Соботовский, давайте, пакеты. Ну еще по ссылке переходите вниз, там вкуснота полная, жесть вообще, вперед. Субтитры сделал DimaTorzok